Здрасьте, сегодня у нас игра, на которой у меня уже был обзор, RoboQuest, делая обзор на версию зеленого стима, но сегодня у нас та же версия зеленого Xbox Game Pass. С прошлого обзора на RoboQuest прошло чуть больше 11 месяцев, я думаю что за такой период игра успела сильно поменяться, так что давайте это и проверим. Начнем с того, что они полностью удалили систему классов у оружия, раньше была точность, штурм, технология, еще всего этого нету, просто снайперская винтовка, просто автомат и просто бластер, когда раньше всего этого были классы, но вместо классов добавила систему качества, обычное серое качество, зеленое чуть получше, синее самое лучшее, а хотя нет, самое лучшее качество это фиолетовое. От качества оружия зависит количество дополнительных способностей, урон же от вашего оружия зависит от уровня оружия. Удалили щит у персонажа, нет, не тот щит который как способность, а тот который как дополнительное хп, а также вещи удалили, а на смену им пришли процессоры или микросхема, я фиг знает. Они просто немного улучшают вашего персонажа, но в толком они делают то же самое, что и вещи. Также поменяла вашу базу и выбор персонажа, да и вообще много чего поменяла из мелких деталей, но я не могу это даже вспомнить. Что добавили? Добавила более не менее хорошую оптимизацию, теперь даже на высоких настройках в графике у меня не лагает, хотя раньше лагала. Добавила процессоры, как я уже говорил, добавила новое оружие, удалила кое-что, но это ничего, добавила больше, ну как по мне. Ну а геймплей? Графику и музыку вообще решила не обновлять. Геймплей так и остался зубодробительным экшеном, музыка быстрая и динамичная, а графика со своим красивым стилем. Онлайн? Да, они добавили игру с другом, я ее попробовал и сделали они ее хорошо. Если ваш прогресс будет только ваш, другу же придется развиваться с нуля, но его прогресса игра запомнит. Также и вам придется заново искать ключи от разблокированных локаций, что является небольшим минусом, но не сильно. Для кого-то это даже плюс. В принципе вот и все, что я хотел бы рассказать о новых апдейтах. Но для понимания самой игры я советую посмотреть мой старый обзор, он все еще актуален. Ну а так, всем пока. Я бы хотел сделать это видео как шорс, но у меня немного не получилось, выбился из времени, но ничего, 2 минуты. Я скоро вернусь с обзором на игру, надеюсь, я на ней наверное посижу, сделаю ее качественной и нормальный сценарий напишу, потому что мне она заходит, довольно неплохая игрушка. Ладно, всем пока. Сорян за уставший голос, пацаны, я вроде озвучивал с каким-никакой интонацией, я игрался с голосом, но этого не слышно в записи, я не знаю почему. Видимо так надо что ли. Ну ладно, короче я наверное возьму перерыв, чтобы и голос восстановился от качественного контента. И в принципе, ну и в принципе я просто ну подустал делать ролики. У меня есть мысль, у меня есть мысль одного ролика, я ее буду делать, его. Но я хочу, мне игра очень понравилась, я хочу сделать качественную игру, как я уже вроде говорил, но я не помню. Обзор, не игру. Окей. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Ну или голос у меня был уставший из-за того, что я записывал это довольно, ну глубоко ночью, да, понимаем, в 23.00, типа я хотел спать, и поэтому голос был таким. Здрасте, с вами Югур Поми, и сегодня у нас будет обзор на Рабакуэ. Ну короче, что-то такое, но сейчас я записываю этот днем, в обед можно сказать 12.34, я хотел сказать 33. Чет я опять затянул, родная, я пойду.